Совсем скоро в «Видном» заработает новое направление в рамках губернаторской программы «Активное долголетие». На сцене кинотеатра «Искра» откроется театральная мастерская для старшего поколения. Преподавать актерское мастерство будет руководитель театральной студии досугого центра «Юность» поселка Петровская Светлана Синицына. Приглашаем всех от 55 плюс до 65 плюс, то есть от 60 и после 60, всех к нам сюда, кто когда-то, может быть, хотел заниматься сценическим искусством, перевоплощением. Может быть, кто-то хотел бы научиться просто быть на сцене, работать со сцены. Театральная студия в Петровском существует уже более двух лет. Ее участники – люди разных возрастов и профессий. Стоит отметить, что каждая репетиция коллектива начинается со специальных актерских тренингов. К нам приезжала актриса из Санкт-Петербурга, проводила актерские тренинги. Ну, в основном я, конечно, провожу их. Проводят занятия для начинающих актеров и участники студии. Юлия Пчелинцева обучается в школе кино и телевидения «Останкино», а на репетициях передает свои знания коллегам. Интересно, как это берет человек, которому совершенно не нужно в рамках своей профессиональной деятельности заниматься ораторскими какими-то публичными выступлениями. И смотреть, как люди раскрепощаются, и как они тебе доверяют, и как они становятся все открытие, все, наверное, правильнее сказать, искреннее на сцене. Это вот стоит дорогого. Это самое сложное, и это самый, наверное, большой результат от этой работы. В мае коллектив принял участие в Международном молодежном театральном фестивале, который проходил в Лобне. Мы поставили спектакль за это время, готовили мы его к 75-летию победы по рассказу Васильева, Бориса Васильева, ветеран. Назвали мы его «Просто Аля». Мне дали роль в спектакле «Просто Аля». Я играл лейтенанта Красной Армии, и как-то это все получалось быстро, то есть мне приходилось быстрее включаться в процесс. Но вот благодаря Светлане Леонидовне, ее наставничеству, у меня что-то получилось. На фестивале две актрисы театра получили дипломы за яркое исполнение своих ролей. Также коллектив был награжден и за лучшее сценографическое решение. Победа в такой номинации говорит о том, что мы смогли сценографией создать образ спектакля, донести тему, идею, ну, конечно, помогло световое решение, потому что у нас очень спектакль насыщенный светом, такой специальный постановочный свет, много пластических сцен, без слов, что, собственно говоря, очень повлияло на сценографию. Напоминаем, что уроки актерского мастерства начнутся уже в октябре. На занятиях участники проекта «Активное долголетие» смогут погрузиться в атмосферу классического театрального вуза, освоить навыки сценической речи, научиться раскрепощаться перед зрителями и, самое интересное, играть в настоящих спектаклях. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.